Добрый день! Это наш второй урок-туториал для начинающих, и сегодня мы с вами научимся создавать простой иероглиф. Перейдите на сайт broidery.ru, прокрутите страничку вниз, кликните «Генератор японских иероглифов». Эта программа специально создана для сайта Broidery. Наберите желаемое слово и нажмите «Искать». Программа выдаст вам возможные иероглифы. Для этого слова, потому что иероглифы бывают для одного слова разные. Выберите иероглиф, кликните по нему и нажмите «Сохранить». На сегодняшний день функция «Вышить» пока недоступна, но впоследствии все возможно. Изображение сохранилось. Перейдите в программу. Загрузите изображение в программу. Для этого зайдите в меню «Изображение», «Ставить файл». Выберите изображение и нажмите «Открыть». Обратите внимание на размер изображения. Нас такое не устраивает, это слишком большой дизайн. Чтобы изменить, выберите, выделите цифры, введите желаемый размер, скопируйте процентное соотношение по ширине и вставьте в процентное соотношение по высоте. Изображение изменилось пропорционально. Нажмите «Enter» для завершения операции. Чтобы увидеть объекты во весь экран, в реальной размере нажмите «Один». Чтобы увидеть изображение во весь экран, нажмите клавишу «Ноль». «Один» – реальный вид, «Ноль» – «Во весь экран». На панели инструментов выберите инструмент «Input A» – «Ввод A». Переместите курсор мыши на рабочее поле и, кликая левой клавишей мыши, создайте первую пару точек. Переместите курсор мыши и, кликая правой клавишей мыши, создайте вторую пару точек. Правой клавишей мыши, правой клавишей мыши и левой клавишей мыши. Для завершения создания объекта нажмите «Enter». Вот таким образом рисуем мы с помощью инструмента «Input A». Создаем парные точки. Заливка располагается перпендикулярно паре точек. Снова выберите инструмент «Input A» – «Левой клавишей мыши». с помощью колесика мыши вы можете приближать и удалять изображение. Правый, правый и левый. Перейдите в режим «Изменить форму» и поправьте слегка точки, если вас не устраивает созданный объект. Обратите внимание, у меня везде используется заливка «Сатин». Чтобы поменять заливку на созданном объекте, достаточно его выделить и на панели «Заливками» выбрать любую другую заливку. В данном случае «Сатин». На панели инструментов выберите инструмент «Комплексное заполнение». Для завершения рисования объекта нажмите клавишу «Enter» и еще раз. Три раза. Выберите «Reshape Object» и поменяйте угол наклона стежковой заливки. Обратите внимание, что при рисовании инструментом «Инпут А» мы создаем пары точек. А при рисовании инструментом «Комплекс Фил» «Комплексное заполнение» мы обрисовываем объект по контуру. Выберите инструмент «Комплекс Фил». Левая клавиша мыши, правая, левая, правая, левая, правая, левая, левая и «Enter» три раза. Выберите инструмент «Reshape Object» и измените угол наклона стежковой заливки. Если вас не устраивает форма, поправьте ее. В принципе, здесь можно дорисовать все единым объектом. Обратите внимание, сейчас здесь точка, создающая скругленные сегменты. А если я ее выделю и нажму «Пробел», точка поменяет свой вид. Наведите курсор мыши на грань, на контур и нажмите правую клавишу мыши. Переместите немного точку. Вот таким образом мы поменяли форму объекта. На панели инструментов выберите инструмент «Input C». Переместите курсор мыши и создайте первую точку. Удерживая клавишу «Control», потяните курсор и создайте вторую точку. Нажмите «Enter» для завершения рисования. Обратите внимание, вам пишут «Задайте первую точку ширины». Наведите курсор мыши на изображение, нажмите первую точку, потяните курсор вниз и нажмите, и создайте вторую точку. Появился гладевой валик. Впоследствии вы можете изменить его ширину. Просто потянув за маркер. Наведите курсор мыши на выделенный объект, прижмите правую клавишу мыши и потяните вниз, создавая дубль объекта. Передвигать объект по рабочему полю вы сможете с помощью клавиш стрелок, расположенных на клавиатуре. На панели инструментов выберите инструмент «Комплекс Фил». И по контуру обкалите изображение. Значит, привыкайте к тому, когда пользоваться правой клавишей мыши, когда левой. Я вам сейчас повторяю свои действия, но потом вам придется привыкнуть. Итак, левая, правая, но здесь лишняя точка. Левая, правая, левая, левая, правая, 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 левая, правая, 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 левая и левая. Для завершения рисования объекта нажмите клавишу Enter три раза. Обратите внимание, мы быстро отрисовали. Если что, мы можем опять зайти в режим «Изменить форму объекта» и поправить наши точки. Но если что-то нас где-то не устраивает. Не старайтесь создавать много точек. Вот этого обкалывания не нужно. Чем меньше точек, тем ровнее линия. Обратите внимание, у нас сейчас имеется объект с одним углом заливки. А нас это не устраивает. Нам бы хотелось, чтобы заливка шла от края до края и меняла свой угол наклона. Что мы можем сделать? Эта функция доступна во всех версиях программы Welcome. Итак, выделите объект. Выберите инструмент «Углы наклона стежков». Обратите внимание, горячая клавиша Ctrl-H. То есть, если вы не можете найти сейчас этот инструмент, потому что в некоторых интерфейсах он расположен в другом месте, то выделите объект. Нажмите комбинацию клавиш Ctrl-H. И создайте углы наклона, кликая левой клавишей мыши. Нажмите Enter для завершения действия. Вот такой получился объект. То есть, сейчас он уже не комплекс фил. Обратите внимание, не комплексное заполнение, а, по-моему, веерное называется, веерное заполнение в английской версии программы Fusion Fill. То есть, мы сейчас заменили с вами, по сути, инструмент Input A. Как видите, вариантов много. Все зависит от того, какую заливку вы хотите применить. Итак, я думаю, что последний объект мы можем нарисовать таким же образом. Итак, или сразу можем нарисовать его с помощью веерного заполнения. Точно так же, по контуру, обрисовываем объект. Для завершения рисования нажимаем Enter. Ну, вот и еще раз Enter. Чтобы поправить углы наклона, зайдите в «Изменить форму» и поправьте углы наклона. Объекты нарисованы. Теперь нам нужно упорядочить. Итак, мы рисовали объекты несколько хаотично. И видите, у нас вот это ребро расположено над данным объектом. А нам, собственно, это не надо. Что можно сделать? Выделите объект, кликнув по нему. Нажмите комбинацию клавиш Ctrl-X, Ctrl-V. Объект лег в порядке вышивания. Сейчас последним. А вот этот объект должен вышиваться перед этими двумя горизонтальными линиями. Вот они у нас нарисованы. Значит, что мы делаем? Мы переносим объект в порядке вышивания в другое место. Эти два объекта должны вышиваться после горизонтальных линий. Значит, мы их выделяем. Прижимаем левую клавишу мыши и переносим в порядке вышивания в другое место. Ну, а эти два объекта не пересекаются ни с одним. И мы не будем их пока трогать. Отключите «Показать растровое изображение». Вот такой у нас получился иероглиф. Теперь нам необходимо задать Underlay для нашего иероглифа. Underlay – предварительная прострочка на стил. Нажмите комбинацию клавиш Ctrl-A, чтобы выделить все объекты вышивки. Они у нас только сейчас отображены на рабочем поле. Нажмите правую клавишу мыши и в открывшемся меню выберите «Параметры объекта». Перейдите во вкладку «Настил». Выберите первый настил и установите «Зигзаг». Обратите внимание, теперь у нашего объекта появилась предварительная прострочка. О том, где и когда необходимо устанавливать предварительную прострочку, вы найдете информацию на нашем сайте. Зайдите в поисковое окно. Оно расположено в верхней части. Наберите «Предварительная строчка» и нажмите «Поиск». Как защититься от появления слишком длинных стежков? Ну, вот каждый раз устанавливать функцию «Мне-то лениво», да, что делаю я? Вот, к примеру, у вас есть объекты, да, и вы не знаете, есть ли у вас там длинные стежки. Сразу не видно, что делаю я. Я обычно выделяю «Контрол-А», перехожу, или все объекты, которые имеют заливку сатин, перехожу в заполнение и устанавливаю автораскол. Проверяю. Да, отлично. Вот у этих объектов имеется необходимость установки раскола. Давайте проверим, нужно ли в нашем иероглифе. Итак, «Контрол-А», выделить все объекты. В данном случае все объекты имеют заливку сатин. И нажмите «Автораскол». Ни в одном из объектов не появилось дополнительных проколов. Значит, автораскол нам в данном случае не нужен. Теперь пришла очередь упорядочить вышивание объектов. Порядок выстроить, да? Отключите «Тру-Вью» и включите «Показать точки прокола», а также «Показать соединители протяжки». Обратите внимание, сколько у нас протяжек. Нажмите комбинацию клавиш «Shift-R». Открылся плеер для просмотра порядка вышивки. Ну, порядок ужасающий. Я сейчас немножко увеличу скорость. Обратите внимание, как скачут протяжки от одного объекта к другому. Это непорядок. Итак, откройте отображение окна «Список цвет объект». Выделите первый объект. Перейдите в режим «Изменить форму». И перенесите точку начала и конца вышивания объекта в одно место. Отлично. Теперь выделите второй объект. И перенесите точку начала вышивания объекта в одну точку, в верхнюю часть объекта, а точку конца вышивания объекта в нижнюю. Переместите в порядке вышивания за этим объектом. Обратите внимание, теперь у нас данный объект вышивается поверх. Но нам это не устраивает. Что мы можем сделать? Выделите объект. Перенесите точку начала вышивания сюда. И точку конца вышивания сюда. Нажмите комбинацию клавиш Ctrl-X удалить. Е клавишу, перейдя в режим стежкового редактирования. И кликните по стежку, отвечающему за предварительную прострочку. Нажмите комбинацию клавиш Ctrl-V. Обратите внимание, объект вышивается под основным гладевым валиком. Давайте посмотрим, что это получится в итоге. Shift-R. Плеер для просмотра порядка вышивки. Вышивается первый объект. Затем начнет вышиваться второй объект. И в процессе вышивки предварительной прострочки вышит горизонтальный штрих. Отлично. Точно таким же образом мы встроим вторую горизонтальную линию. Нажмите комбинацию клавиш Ctrl-X. Перейдите в режим стежкового редактирования. Выделите точку. Прокол, отвечающий за находящийся на линии вышивки предварительной прострочки. И нажмите комбинацию клавиш. Ах, извините. Оп, простите. Ctrl-Z. Перейдите в режим редактирования формы. И установите начало и конец вышивания объекта в одну точку. Затем нажмите комбинацию клавиш Ctrl-X, E и Ctrl-V. Что получилось? Смотрим. Shift-R. Вызываем плеер. И просматриваем. Гладевой валик. Первая горизонтальная линия. Вторая горизонтальная линия. Отлично. И основной закрывающий валик. Теперь нам необходимо, чтобы данный гладевой валик вышивался под горизонтальной линией. Выделите объект. Установите точку начала. Перейдите в режим изменить форму. Установите точку начала и конца вышивания объекта в одном месте. Выделите объект. Нажмите комбинацию клавиш Ctrl-X. Выберите ближайшую точку. Нажмите комбинацию клавишу E. Для перехода в режим стежкового редактирования. Кликните по стежку. Обратите внимание. Подсветилось розовым. И нажмите комбинацию клавиш Ctrl-V. Смотрим, что получилось. Для возврата... Обратите внимание. Сейчас мы находимся на этом стежке. Чтобы перейти в конец, нужно нажать правую клавишу мыши по этой иконке. Итак. Смотрим, что у нас получается. Shift-R для вызова плеера. Вышивай... Ох, извините. Смотрим. Вышивается один объект. Отлично. Обратите внимание. Здесь нам не подходит. Underlay. Сатин. О, зигзаг. Поэтому мы выберем наш объект. Изменим настил на строчку по краю. И продолжим упорядочение вышивки. Итак, объект гладевого валика данного должен вышиваться после того, как вышиваются горизонтальные линии. Что мы делаем? Выбираем объект. Переходим в режим редактирования формы. И устанавливаем точку начала и конца вышивания на этот, на один из краев, который находится рядом с окончанием вышивания гладевого валика. Итак, выделяем CTRL-X. CTRL-X. Переходим в режим редактирования. Переходим в режим редактирования. Выбираем стежок. Знаете, что не так? Давайте вот обратим внимание на то, что... Гладевой валик должен немного заходить под объект. Зачем это делается? Чтобы, если было смещение, у вас не образовали здесь зазоры. Итак, должен вышиться гладевой валик. Потом он должен прошиться примерно до этого уровня. Дальше вышится наш объект. И должен продолжиться вышиваться гладевой валик. Итак, выделяем наш объект. Устанавливаем точку начала и конца вышивания вот на этой точке. Нажимаем комбинацию клавиш CTRL-X. E для перехода в режим стежкового редактирования. Выбираем эту точку. И нажимаем комбинацию клавиш CTRL-V. Что получилось? Смотрим. Как все это будет вышиваться. Обратите внимание, протяжек все меньше и меньше. Shift-R. Для просмотра видео. Запускаем режим просмотра. И наблюдаем, насколько нас удовлетворяет полученный результат. Вышивается часть валика. Затем продолжится вышиваться валика. Точно так же нам надо поступить с вертикальным штрихом. Выделяем вертикальный штрих. Переходим в режим редактирования. Точку начала и конца устанавливаем. Здесь. Нажимаем комбинацию клавиш CTRL-X. Смотрим, как вышивается валик. Отошьется эта часть. Нажимаем клавишу E. Выбираем стежок. И нажимаем комбинацию клавиш CTRL-V. Смотрим, что получилось. Нажмите правую клавишу мыши, чтобы вернуться на последний стежок. Shift-R. 0. Извините. 0 для отображения вышивки во все окно. И просмотр. То есть смысл какой? Мы встраиваем объекты не в саму стежковую заливку, а в Underlay. Предварительную прострочку. И тогда объекты прячутся один под другой. Как нам нужно. Остался один не встроенный объект. Выделите его. Перейдите в режим «Изменить форму». Установите начало и конец вышивания объекта в одной точке. Выберите объект. Нажмите комбинацию клавиш CTRL-X. E. Выберите ближайший стежок. Уже не Underlay, а можно стежковой заливки. Нажмите CTRL-V. И наш объект встроен. Смотрим, что получилось. Ни одной протяжки. Ну, одна протяжка без нее невозможна, потому что объект не пересекается. Shift-R. Ни единой протяжки. Все вышивается на одном дыхании. С какими моментами мы с вами столкнулись? Мы столкнулись с таким моментом, что надо всегда проверять, как вышиваются ваши объекты. Например, в данном случае мы обнаружили, что настил, зигзаг, некорректно ложится при работе и при расположении, при таком расположении заливки и в объекте верной заполнения. Значит, если нам нужен здесь зигзаг, то вполне возможно, следует использовать инструмент Input A. Мы также выяснили, что не всегда обязательно использовать Input A, он прекрасно заменяется верным заполнением. Мы выяснили, что упорядочить объекты сразу не обязательно. Всегда можно воспользоваться такой функцией, как смена начала и конца вышивания объекта и смена и использование функции Nesting, встраивание в процессе вышивания. Что еще мы сделали с вами? Использовали заливку зигзаг. Еще раз повторяю, почитайте обязательно заливку, ой, заливку, не заливку, а Underlay Ziggzag. Еще раз предлагаю вам почитать по этой теме информацию на нашем сайте. Ну, собственно, и все. И разобрались, как работать с модулем «Генерация японских иероглифов», расположенной на нашем сайте. Удачи!